У нас сегодня с вами очередной совет по туризму. И, конечно, в непростое время живем, но жизнь продолжается. И более того, с учетом происходящих событий, у нас все больше востребованность внутреннего туризма. И, соответственно, мы должны отвечать на эти вызовы, на эти потребности. Несмотря на COVID-19 и определенные обстоятельства в стране, поток туристов Бурятии остается стабильным. За 9 месяцев текущего года республику посетило почти 494 тысячи туристов. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми популярными местами стали Аршан и Горячинск. Туристическая возраста Бурятии продемонстрировала устойчивость, способность к восстановлению и дальнейшему развитию. На сегодня в республике работают 32 туроператора, порядка 70 турагентств, 475 коллективных средств размещения, включая 20 санаторно-курортных организаций. В текущем году наши организации индустрии гостеприимства продолжили активно использовать федеральные инструменты государственной поддержки. Это чартерная программа «Туи России» ныне «Санэндфан». В 2022 году было принято 2500 туристов на 15 чартерных рейсах. Также на Байкале появились смотровые площадки, создали новые туристические маршруты и экологические тропы. Активно развивается событийный туризм. Был проведен проект «Сказочный Сагалган», «Байкальская миля», выставка «Байкал Тревел Март» и другие. Наладилась связь в Монголии в сфере туризма. Сейчас в Улан-Батыру, Зулан-Удэ еженедельно летает пять рейсов. Развитие различных секторов индустрии гостеприимства требует повышения профессионализма в этой сфере. И в этом году за счет республиканского бюджета были проведены курсы повышения квалификации специалистов, занятых в сфере туризма с выдачей удостоверения установленного образца по различным направлениям. Так прошли обучение 84 сотрудника отрасли, экспортсоводы, а также сотрудники коллективных средств размещения и предприятий общепита при КСР. По итогам работы Министерства туризма за 2022 год были заданы вопросы и озвучены предложения. Глава Бурятии по многим из них дал соответствующие поручения по проработке. У нас есть бренды всероссийского значения и даже всесоюзные. Второй год по моей инициативе в Требогатай мы начали проводить некий такой фестиваль семейского сала. Ну, в общем-то, результаты, я считаю, неположительные, но хотелось бы, чтобы участие Бичуцкого и Мушибирского районов было более активным. И тогда этот бренд можно вынести как не только республиканского значения, но и межрегионально. По созданию брендов тоже правильное предложение. В данном случае активизировать коллеги. Действительно, такие местные фестивали, праздники тематические, хорошие отклики имеют, поэтому их действительно нужно масштабировать. Уже запущенные поддерживать, остальные вновь запускать. В общем, Анатолий Борисович поддерживается предложение. На заседании презентовали комплекс «Амар», который построит в селе Тарука. На его территории будет располагаться научный центр, парк, гостиница, дацан и православный храм. Мы закончили изыскание. Сейчас приступаем к проекту межевания территории и проекту планировки территории. По срокам, когда планируется сдача? В конце следующего года мы запустим так называемую нулевую очередь. Это глэмпинг, это модульные здания. А завершение первой очереди с уже капитальными объектами строительства – это 26-й год. Подписывается соглашение об осуществлении туристко-рекреационной деятельности в особой экономической зоне между правительством Республики Бурятия, обществом с ограниченной ответственностью «Амар» и акционерным обществом особая экономическая зона «Байкальская гавань». А также провели церемонию награждения тех, кто работает в сфере туризма и активно его развивает в республике. Диана Левина, Немар Однаев, программа «Вместе», телеканал «Мир Байкал».